Для Василисы овчарка Моника уже вторая лохматая коллега. И у нее сегодня двойное событие. День рождения, Монике исполнилось два года и первое выступление перед публикой. Недавно отучились в Москве, приехали три месяца назад. Ну и уже есть у нас показатель, пока что табачные изделия мы нашли. Самая активная, самая лучшая собака. До этого у меня была немецкая овчарка, сейчас бельгийская. Я на какую другую не применяю. В честь праздника Дня Таможенника Российской Федерации кинологи сделали подарок в виде показательных выступлений своих подопечных. Сегодня на суд детей и коллег представили шестерых лучших. А всего в Дальневосточной Таможне служат 80 собак. Собака абсолютно разная. Главное, конечно, требование, чтобы собака была доброжелательна к людям, социализирована, активно работала. И, в общем, самое главное для собаки, это, конечно, хороший контакт с хозяином и желание работать для него. Овчарки, лабрадор, курцхар. Им сегодня предстояло найти запрещенные предметы, проверить машину на наличие наркотических веществ, найти в ящиках нелегальную закладку, а также проверить статистов, якобы прилетевших только что, если у них большое количество купюр. Ищейки досматривают любой багаж, от маленьких дамских сумок до контейнеров и автомашин. И для каждой должен быть свой приз. Поощрение в виде еды или игрушки. Собака должна четко знать, что ей нужно найти что-то, а если не найдет, значит благодарности не будет. Но многие признаются, порой наказывать лохматого друга тяжело, но надо. Ну, в первую очередь, конечно, это друг, партнер, напарник, ну и такой товарищ, потому что большая часть собак живет вместе со своими генологами дома, в квартире, в семье. То есть это член семьи. В Дальневосточное таможенное управление входят 10 таможен и 47 постов. За последние 9 месяцев, благодаря работе таможенников по пресечению противозаконных деяний, было возбуждено 263 уголовных дела. Пресечено перемещение через границу наркотических и сильнодействующих веществ, контрафактных товаров, дериватов диких животных, женьшеня и наличной валюты на общую сумму более 7 миллиардов рублей. Огромный вклад в работу специалистов внесли и четвероногие таможенники. Дмитрий Беломеснов, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.